Добрый день, компания Фейдл выпустила акриловую финишную шпаклевку, сегодня мы продемонстрируем нанесение. Вот ведерко. Перед нанесением поверхность должна быть однородной, обезжиренной, обеспыленной, в принципе, прогрунтованной, с жидким грунтом открытых груд, глубокого проникновения, для того, чтобы придать поверхности однородного впитывания. Для чего служит финишная шпаклевка? Финишная шпаклевка служит для выравнивания стен финишного под покраску, заполнения каких-либо мелких рытвен, сколов, царапин. Открываем ведерко. Открыли ведерко, у нас имеется пленочка. Убираем пленочку. Вот материальчик у нас чуть-чуть густоватый. Такое возможно, когда материал долго хранится на полке, он может немножко стать густым. Для этого мы его можем миксером перемешать. Ну вот, мы перемешали миксером шпаклевку. Она стала более податливой, более жидкой, я бы вот так сказал. Кому надо жижи, можно добавлять до 5% водички. Но я думаю, что, в принципе, это очень хорошая консистенция для нанесения на стену. Вот наша поверхность. Она ровная. Имеются некоторые там дефекты царапины. Прогрунтованная акрилтив грунтом глубокого проникновения. Приступим к нанесению. Наносим мы это шпаклёвочными шпателями. Слоем от миллиметра до полутора. Мы наносим шпаклёвку. Наносить можно в один слой, можно в два слоя. Смотря, какого результата вы хотите добиться. Если под покраску, лучше, чем два слоя, дабы выровнять поверхность максимально ровно. Без царапин и так далее. Ждём высыхания первого слоя. После чего нанесем второй слой. И будем шлифовывать. Так, ну вот, первый слой у нас подсох. На подсыхание первого слоя от 12 до 24 часов. В данном случае я пройдусь шпаклёвочком. Позбиваю наплывчики, которые остались. И буду наносить второй слой. Так как шпаклёвка у нас белая, то основание становится более белое и лучше для покраски в белый цвет, либо в светлые тона. Выравниваем поверхность, она у нас вот такая белая. Расход данной шпаклёвки от полкилограмма до килограмма на квадрат. В зависимости от слоя нанесения, от толщины, точнее, слоя, от количества слоёв нанесения. Так вот, нанесли второй слой. Дальше ждём высыхания. Шлифуем наждачкой, желательно мелко-земнистой от 180 до 240 под покраску. Будем готовить поверхность под покраску. Нанесли второй слой акрил шпатель финиш. Это финишная шпаклёвка фирмы Фейдал. Высохла, прошло 24 часа. И будем её шкурить. Умирать всякие наплывы и мелкие какие-то неровности. Шкурится 180 я взял. Круговыми движениями мы убираем наплывы. Курица довольно несложная, я бы сказал, но и нелегко. Это, в принципе, говорит о том, что она крепкая, но при этом податливая, чтобы вот такие вот наплывы мы можем убрать. Без трудностей. Сметём пыль. После шлифовки, поверхность у нас ровная, имеется пыль, мы будем грунтовать. Грунтовка из блоков проникновения, аккоррилте в грунт фирмы Фейдал. Наносим аккуратно, без потёков. не пропускаем места, то есть не оставляем без грунтовки, но при этом и не перегрунтовываем поверхность, для того, чтобы она не была перегрунтована. Так, ну вот, закончили грунтовать. Дальше мы ждём высыхания грунтовки, после чего мы будем приступать к покраске уже подготовленной по шпаклёвной поверхности. Ну, прошло 6 часов, после высыхания грунта, мы погрунтовали нашу прошпаклёванную стенку и покрасим её ИНУН ЛАТЕКС МАТ в белом цвете фирмы Фейдал, дабы завершить весь пирог покраски стен, то есть шпаклёвка, шлифовка, грунтовка и покраски. Просто берём и красим. Сейчас наносим второй слой ИНУЛ ЛАТЕКС МАТ, это уже будет у нас куличное покрытие, то бишь, два слоя прокрашенные стены. Как можно заметить, краска не вырывает нашу шпаклёвку. Шпаклёвка крепкая, высохла из-за того, что она была белая. Видно, первый слой прокраски, в принципе, очень хорошо перекрывает всё. Это большой плюс шпаклёвки Фейдал в том, что она белая. Ну вот, прошло время, наш образец готов, стены прокрашены, белый цвет. Изначально была шпаклёвка, и потом покрасили краской фирмы Фейдал ИНУЛ ЛАТЕКС МАТ. Так что, вроде как, всё красиво и ровно. Пользуйтесь шпаклёвкой Фейдал, ну и остальными материалами фирмы Фейдал. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok